Следующей спикерке. Я попрошу на эту сцену сейчас Айгуль Зайхову, которая у нас выступит на тему «Как жить в гармонии с собой». Приветствую всех участников. Благодарю организаторов за приглашение, за возможность рассказать о моем пути, о тех знаниях, которые я несу, потому что это моя любовь. Я люблю рассказывать об этом, переносить в общество то, что я сама когда-то узнала, получила, трансформировала себя и улучшила свою жизнь. Считаю, что это нужно всем, независимо от вероисповеданий. Меня зовут Айгуль Зайхова, мне 42 года. Я мама двоих мальчиков, им 17 и 11 лет. На сегодняшний день первая моя специальность – это инженер-эколог. Но на сегодняшний день я являюсь основателем школы йоги, Angel Yoga School в Астане. Также являюсь ведущим преподавателем курса подготовки учителей йоги от Международного Американского Йога Альянса. Уже 6 лет готовлю профессиональных преподавателей. На сегодняшний день у меня 40 профессиональных выпускников, которые успешно работают, трудоустроены. Также несут эти знания в мир. Также изменили свои жизни многие. Вторым моим направлением глобальным является развитие культуры питания. То есть, так как эта тема очень актуальна для многих, я расскажу, что меня к этому привело. Но это направление основано на таких авторитетных знаниях, как часть ведического знания Юрведа, японская микробиотика, философия Востока и наука. То есть, в этих трех направлениях я продолжаю развиваться, получаю знания и передаю их людям, помогаю им оздоравливаться правильно, без последствий. Это вот второе мое направление главное. Также я являюсь спикером и волонтером Индийского культурного центра при посольстве Индии в Казахстане. Я являюсь спикером трансформационных фестивалей. Центр «Пору Спирит» проходит в Казахстане, за рубежом. И изучаю астрологию, тоже это как часть ведического знания, очень глубоко помогает познать свою природу, отношения с миром и так далее. Как я к этому пришла? Когда-то в 15 лет очень такой сильный, истовый интерес к мистике, к чему-то такому непознанному. Я всегда понимала, что человек живет не просто там для того, чтобы себе купить дом и машину, что-то есть более высокое, творчество, что-то более тонкое и духовное. И впервые в жизни, когда мама меня не могла заставить читать книги, честно, не любила читать книги, прямо вот я сопротивлялась. Пока в 15 лет мне не попалась книга «Диагностика кармы» Сергея Лазарева. И я его 12 книг с тех пор прочитала, я не знаю, наверное, за несколько месяцев. И продолжила читать еще другие книги, и смотреть семинары. И просто маме говорю, просто не те книги мне давали, мне нужна была такая тема. И этот мой интерес, очень сильный интерес к познанию своей природы, к познанию вообще отношений с самим собой, с окружающим миром, и вообще с высшей силой, с Творцом. Это меня двигало, это все было подстегнуто еще проблемами со здоровьем в то время, когда я была подростком. И почему я пришла именно к теме питания, потому что пищевая индустрия, вот эта большая, она уводит человека немножко в сторону от здоровья. И я, как представитель среднестатистического человека, я тоже пришла к тому, что я испортила себе очень сильно здоровье. Это была астма, это был лишний вес, особенно после родов это все усугубилось. И, естественно, я понимала, что никакого духовного развития, никакого творчества мне не нужно, пока я не буду чувствовать себя хорошо. Потому что физическое тело и наши психики, они очень сильно связаны. Одно без другого не существует и не работает. И в здоровом теле здоровый дух, как говорится. Это все привело меня к поиску этих всех знаний. И в 33 года я уехала в Индию, там получала образование по своей специальности. И получила именно всю глубину ответа на все свои вопросы по знанию своей природы, да, отношения с миром. И, ну, приехала, основала свою школу здесь, начала преподавать. Здесь на сегодняшний день несколько стилей йоги преподаю. И я вот хотела бы тоже сказать, что на самом деле йога — это не просто гимнастика, как ее принято сейчас видеть и понимать, потому что сейчас такой бум на самом деле в йоге. Йога — это глубокая философия, это большая культура, именно культура отношений, отношений, как я уже сказала, с самим собой, с творцом, с миром, с людьми. Вот. И если наше тело нездорово, понятное дело, что мы не можем развиваться духовно. И сама по себе практика йоги, если ее правильно выполнять, это не просто упражнение, да, это задействованы все наши уровни. И тонкий уровень, грубо, ментальный, эмоциональный. И как работает йога на самом деле? Когда у нас в теле есть физический дисбаланс, а он есть у всех, потому что наша мышечная система, она реагирует на все впечатления прошлого, на все реакции эмоциональные, которые мы копим. И, соответственно, создаются определенного типа напряжения. Ну и у каждого разный род деятельности. И это напряжение в теле, оно создает определенные блокировки энергетических потоков. Если энергия в теле нормально не двигается, то, соответственно, никакие другие потоки в грубом теле, лимфатические, там, кровоток, нервные потоки, они тоже не работают идеально. То есть у нас происходят блокировки, а это все влияет на работу эндокринной системы, на работу органов и особенно на нашу психику. Поэтому правильная практика йоги, она дает физический баланс, а физический баланс, в свою очередь, естественно, восстанавливая все эти потоки, он дает энергетическую наполненность. И вот эта энергетическая наполненность, она приводит человека к здоровью и к ментальному равновесию. А вот ментальное равновесие — это уже база для духовного развития. И поэтому, несмотря на такой большой бум-йоги, всегда рекомендую очень подходить грамотно к этому и выбирать себе учителей. Ну и призываю всех объединяться по главным принципам, так как на уровне Духа мы все одинаковые, да? Такие понятия, как милосердие, любовь, правдивость — это общечеловеческие, общедуховные, общеконфессиональные принципы. Мы различаемся только по форме. Форма — это что? Ну, форма выражения этих принципов, да? Форма выражения наших духовных качеств. Поэтому, объединяясь по этим принципам, мы будем дружными, мы будем друг другу помогать. И, в принципе, человечество будет двигаться к развитию, а не к деградации. Ну, наверное, все. Спасибо за внимание.